День города. Из солнечного Таганрога Рязанский театр драмы вернулся с гастролей. Вознесение Господне. Верующие отмечают один из главных христианских праздников. В преддверии Дня России рязанцам вручили государственные и региональные награды. Церемония прошла в зале торжественных приемов рязанского правительства. Награды вручал губернатор Павел Малков. За добросовестный многолетний труд, за вклад в развитие региона, за добрые дела. Сегодня ордена и почетные грамоты вручили отличившимся рязанцам в знак глубокого уважения от руководства страны и Рязанской области. Губернатор Павел Малков отметил, что особые достижения у нашего региона в социальной и экономической сферах. Он также подчеркнул, что это заслуга всего рязанского общества. За всеми этими достижениями огромный труд большого количества людей. У нас в регионе много талантливых и равнодушных жителей. Мы сегодня отметим наградами самых отличившихся. Уважаемые друзья, каждый из вас по праву заслужил уважения земляков. Гордитесь тем, что вы живете, трудитесь здесь, в Рязанской области. Я желаю вам всем здоровья, благополучия и успехов. Особую благодарность глава региона выразил многодетным семьям Кураевых и Абакумовых, а также юношам из Скопина, которые спасли людей во время пожара. Когда уже люди из соседних домов начали сбегаться, сказали, что не всех людей эвакуировали. И в окнах на первом этаже были два пожилых человека. Думали пробраться через подгест, через дверь, но там уже было все в огне. И нам пришлось разбивать окно. Мы разбили окно, получается выдернули раму. Окно было деревянное, не пластиковое. Все было не очень трудно. Выдернули раму, люди тогда уже были, ну получается, прямо у самого окна, у подоконника. Мы с ребятами взяли их, вытащили оттуда. Среди тех, кто получил почетные знаки и награды, выдающиеся аграрии, врачи, представители творческих коллективов, работники музеев и библиотек. Уже с детства я понимала, что профессия моя будет связана с книгой. То есть еще будучи, ну даже дошкольницей, я играла дома в библиотеку. И в нашу областную детскую библиотеку я пришла, когда училась в первом классе. И была там всегда среди лучших читателей, давала интервью на радио, как лучший читатель. То есть моя жизнь, скажем так, связана была с библиотекой. Рязанцев наградили не только региональными наградами, но и почетными грамотами и благодарностями президента Российской Федерации. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Важные изменения при оплате за предоставление услуг ЖКХ. Если вы передавали показания счетчиков отдельно, то теперь делать это нужно до 25 числа каждого месяца. О причинах и важности этого расскажем далее. Показания счетчиков выписаны в тетрадку. Каждый раздел, свет, ГВС и ХВС в отдельную колонку, чтобы не путаться. Да и по основным показаниям можно быстро пробежаться, чтобы ошибки не было. В пункт приема платежей люди уже приходят с заранее выписанными показателями, чтобы быстро сообщить их кассирам и оплатить. Как вы передаете показания счетчиков? Вы непосредственно здесь оплачиваете и передаете показания или звоните? Нет, нет, здесь, соответственно, книжки. Сами пишем и оплачиваем. Прихожу, оплачиваю и все. Однако есть и те, кто передает показания счетчиков по телефону или через электронные сервисы. Для таких людей есть важное объявление от Эргмэк. С 1 июля наша компания переходит на прием показаний до 25 числа включительно. Передать показания можно любым удобным способом, как позвонив по телефону в наш кулцентр, так и дистанционными способами, которые указаны на нашем сайте ergмэк.ру. Дистанционно это в личном кабинете на сайте ГИС ЖКХ, на сайте ergмэк.ру, в мобильном приложении госуслуги дом или при оплате через приложение банков. Сам расчет будут производить с 26 по 30 число. А с 1 числа потребителю электроэнергии будет выставлена квитанция. Ее нужно будет оплатить с 1 по 10 число. Если до 25 числа в нашей организации не будет показаний от потребителя, ему будет произведено начисление по среднемесячному, рассчитанному исходя из предыдущих периодов, либо начислен норматив, если данные для начисления среднего будут отсутствовать. А по нормативу оплата в разы больше, чем по показателям. Разница, говорят специалисты, приличная. Потому показания лучше передавать заранее. Есть, что называется, лайфхак. Можно воспользоваться непосредственно сайтом ergмэк.ру. Здесь можно зарегистрироваться в разделе «Личный кабинет для бытовых клиентов». Там можно не просто передать показания онлайн, сделать это практически одним щелчком мыши, а также быстро оплатить, при том без лишних походов. Спонсор программы «День города» – выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Свежие и вкусные деликатесы Дальнего Востока можно купить прямо в Рязани. С 27 апреля по 9 мая в Монголии прошел международный пленэр под небом победы. Он был посвящен 85-летию победы советско-монгольских войск над японской армией на реке Халхенгол. Все работы выставлены в Улан-Баторе на приеме в российском посольстве. В пленэре принял участие и художник из Рязани Владимир Янаки. Восемь часов на самолете до Улан-Удэ, потом 15 часов на поезде до Улан-Батора. И все для того, чтобы сесть на наш отечественный пазик и три дня ехать по степям к финальной точке – реке Халхенгол. Такой путь проделал рязанский художник Владимир Янаки, чтобы попасть на международный пленэр под небом победы. Прошел он в Монголии и посвящен победе советско-монгольских войск над японской армией. Помимо Владимира Янаки, в пленэре участвовали 10 российских и 15 монгольских художников. География нашего пленэра очень обширна и широка. Мы ознакомились и посетили все знаковые места боев 1939 года. Это, собственно, и сам район реки Халхенгол, Самон-Халхенгол. Мы посетили музей на реке Халхенгол, уникальный музей с великолепной коллекцией, рассказывающий своим посетителям о тех событиях 1939 года. Также мы посетили озеро Буэр-Нур. Сражение на реке Халхенгол продолжалось с мая по сентябрь 1939 года. Тогда Япония захватила север Китая, а после направила свою агрессию на соседнюю Монголию. Река Халхенгол стала красной линией, переход через которую привел бы к вооруженному столкновению. На помощь монгольским войскам пришла Красная армия под руководством Жукова. В ходе боев за высоту Баян-Цаган японскую армию отбросили назад, а Япония и СССР заключили договор о ненападении. А так выглядит высота Баян-Цаган сейчас, 85 лет спустя. Внесут та самая Красная линия Халхенгол. Вдали можно разглядеть сопки, с которых и наступали японцы. Сейчас же здесь остановились художники, чтобы сделать этюды. Кстати, там до сих пор можно найти остатки снарядов. Монгольская земля будто не принимает их и выталкивает наружу, говорит Владимир Янаки. Часть художник привез с собой в Рязань. Вот они лежат на столе. Из-за сухого монгольского климата осколки хорошо сохранились. Можно даже увидеть следы полировки металла. А это уже ночные переезды. Атмосферные, добавляет Владимир Янаки. По радио играет монгольская народная музыка. За окном темная степь, в общем, полное погружение. Всего художники изъездили тысячи монгольских дорог, несколько аймаков, территориально-административных единиц. И места, связанные с основными сражениями. Итоги пленера представили в Улан-Баторе на приеме в российском посольстве. Важно то, что именно художники наших стран первыми откликнулись на мысль на неделю отмечать в этом году 85-летие Великой битвы на Фалкинголе. Этот прием был организован к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Также все наши работы экспонировались на большой отчетной выставке в галерее Союза художников Монголии. В планах экспедиция в пустыню Гоби. Называться пленар будет по следам экспедиции Николая Рейриха. Но об этом уже расскажем в наших следующих сюжетах. Артисты Рязанского театра драмы вернулись с гастролей. С репертуаром нашего театра знакомились жители Таганрога. Как это было, делимся эксклюзивом. Более 10 лет, если сказать точно 12, Таганрог и Рязань стали добрыми друзья. И ежегодно наш театр, бывая с гастролей, в Рязани и по традиции театр Рязани в Таганроге. Мы всегда ждем этих встреч. Мы всегда рады видеть прекрасный коллектив на нашей прекрасной сцене. Клинический случай, доходное место, час тишины. В этот раз жителям Таганрога Рязанский театр драмы привез лучшие комедии из репертуара. Встретили труппу, как и всегда, на ура. Наши зрители, вы 4 дня купали нас в эмоциях, в аплодисментах, в цветах. Сегодня на первом цветах детском это просто какая-то гора цветов, просто гора цветов. Огромное спасибо вашему теплому городу и огромное спасибо этому театру. Я думаю, что мы и дальше будем дружить. До новых встреч. Спасибо. Полные залы, абсолютные аншлаги. В Таганроге театр драмы из Рязани знают, любят и ждут. Для детской аудитории артисты сыграли царевну лягушку и попрощались с южным городом до следующего окончания сезона. Вознесение Господне – один из основных христианских праздников. Он приходится на 40-й день после Пасхи. Считают, что именно в этот день по закону Моисееву Иисус Христос вошел в небесный храм. Об истории праздника и обычаях, связанных с ним, расскажем в нашем следующем материале. Праздник День Вознесения Господня берет начало из евангельских событий. В Новом Завете сказано, что после воскрешения Иисус Христос был в окружении своих учеников и паствы. Затем, через 40 дней после своей Пасхи, благословил их и вознесся на небо. Это событие называется, можно назвать его радостным расставанием. Парадоксальное название, потому что расставание – это всегда грустно. Но здесь апостолы вернулись в Иерусалим после этого события с радостью. Почему? Потому что Господь им сказал, что Он остается с ними до конца веков. В православии Вознесение входит в число тех праздников, которые посвящены главным событиям евангельской истории. Службы, приуроченные к этому дню, начинают накануне. В среду утром последний раз в году звучат пасхальные песнопения, а в четверг читают Евангелие от Марка. В нем описаны события восшествия Христа на небо. В Рязанской церкви Вознесение Господня также прошла праздничная служба. Собралось множество людей, верующие люди пришли разделить радость этого праздника и друг с другом. И, конечно, здесь, в нашем храме, и сегодня здесь была особая атмосфера, атмосфера радости, атмосфера молитвы целеустремленной, молитвы, направленной к Богу, о том, что Господь действительно возносит нас вместе с собой на небо. С Вознесением Господню связаны различные традиции и обычаи. В народе считают, что в этот день весну окончательно сменяет лето. На Руси было принято водить хороводы в честь будущего хорошего урожая и устраивать веселые гуляния. Самая главная традиция, самые главные события для каждого верующего человека – это праздничное богослужение. Все остальное, какие-то внешние вещи, они совершенно необязательны. В Вознесении – день радостный, потому в этот праздник не нужно грустить, ругаться, всквернословить и сплетничать. С этим народным поверьем согласны и церковь. Анастасия Арт, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все еще больше новостей на сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго! Рязань, встречай! Свежий лов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорывица – все производителя. С 10 по 15 июня. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова